Мировые цены на нефть упали ниже отметки в 31 доллар за баррель. Ситуация на фондовом рынке не нанесет вреда экономике США, считают в ФРС. Глубокая рецессия вынуждает Бразилию отказаться от традиционного карнавала. Мировые цены на нефть упали ниже отметки в 31 доллар за баррель. Утром во вторник стоимость нефти Brent снижалась до 30 долларов 83 центов за баррель. Цена нефти WTI падала до 30 долларов 79 центов за баррель. Основной причиной продолжения снижения нефтяных котировок по-прежнему является обеспокоенность инвесторов состоянием китайской экономики, которая усилилась после ослабления юаня по отношению к доллару. Эксперты затрудняются дать прогноз по уровню дна нефтяного рынка. По их мнению, правительство Китая непредсказуемо в своих действиях. Судя по всему, у него нет четкого плана по стабилизации ситуации. Нефтяные компании в некоторых странах мира становятся убыточными. Так, стоимость мексиканской нефти на мировом рынке упала ниже 23 долларов за баррель, что соответствует стоимости затрат на производство. Государственная нефтяная компания Pemex теперь несет убытки в размере 93 цента с каждого барреля. Ситуация на фондовом рынке не нанесет вреда экономике США, считают Федеральной резервной системе. В частности, такое мнение высказал председатель Федерального резервного банка Атланты Денис Локарт. По его словам, никаких проблем в экономике страны в связи с ростом волатильности на рынке акций не наблюдается. Американская экономика показывает приличные, но не потрясающие, по его словам, темпы роста. Прогноз роста ВВП на 2016 год вполне оптимистичный. Он позволит сохранить и улучшить ситуацию на рынке труда, считает Локарт. Основное внимание Федрезерва в текущем году будет сосредоточено на росте инфляции. Локарт полагает, что целевой уровень по этому показателю в 2% может быть достигнут уже в этом году. Федеральная резервная система не планирует на заседании 26-27 января вносить какие-либо изменения в свою денежно-кредитную политику. Обратите внимание, завтра в 18.30 по московскому времени в США будут опубликованы данные по запасам сырой нефти. Выход свежей статистики на фоне продолжающегося снижения цен на нефть может повлиять на динамику американской валюты и увеличить шансы заработка. Следите за событиями, открывайте сделки, зарабатывайте на новостях. Первая Форекс Телевидение. С 9 утра по московскому времени. Каждый час новости, обзоры и прогнозы финансовых рынков. Максим Маркетс ТВ. Зарабатывай на новостях. Продолжаем выпуск. Глубокая рецессия вынуждает Бразилию отказаться от традиционного карнавала, который ежегодно привлекал около миллиона туристов. Некоторые города страны уже заявили, что не смогут в этом году провести карнавал. По итогам 2015 года бразильская экономика сократилась на 3,7%. В текущем году ожидается снижение ВВП почти на 3%. По мнению экспертов Goldman Sachs по Латинской Америке, негативные макроэкономические показатели в Бразилии вызывают особое беспокойство. Прежде всего, это сохранение тенденции сокращения экономики, рост безработицы и высокий уровень инфляции. В конце прошлого года агентство Fitch ухудшило рейтинг Бразилии до уровня ниже инвестиционного. Прогноз при этом негативный. Жилая недвижимость Лондона премиум-класса в 2015 году подорожала на полпроцента. По сравнению с максимальной ценой 2014 года недвижимость подешевела на 0,9%, сообщила консалтинговая компания Savills. Ситуация на рынке британской недвижимости стала следствием переходного периода к новой системе налогообложения, полагают эксперты компании. В конце 2014 года Министерство финансов Великобритании заявило об отмене единой системы ставок гербового сбора на жилую недвижимость. Вместо нее была введена простая прогрессивная система налогообложения. Как заявил тогда министр финансов Джордж Осборн, это позволит создать равные условия для лендлордов, которые сдают приобретенную недвижимость в аренду и покупателями собственного жилья. Японская корпорация Sharp на этой неделе утвердит план реструктуризации, стоимость которого составляет 3 миллиарда долларов. Более половины этой суммы компания рассчитывает получить от фонда Innovation Network Corporation of Japan, который поддерживается правительством страны. Также Sharp уже обратилась к некоторым банкам с просьбой рассмотреть возможность конвертации кредитов в сумме 1 миллиард 300 миллионов долларов в привилегированные акции. Корпорация сообщила, что ведет переговоры с несколькими компаниями по вопросу покупки ЖК-дисплеев. В настоящее время переговоры еще не завершены.